Конечно же, мы каждый раз вспоминаем Пригожина, потому что это человек, который много влияет и всегда на первых позициях в этой оккупационной войне. Вот последнее, что сказал Пригожин, что он вывел с Украины, с фронта 32 тысячи своих человек. У меня другой вопрос. То, что сейчас делает Пригожин, то, как он обращается к Минобороны, то, что он не хочет подписывать контракты, которые якобы должен был подписать 1 июля. Мне вот на минутку показалось, что он даже заинтересован в том, чтобы Россия проиграла эту войну, потому что тогда он покажет, что вот я был на войне в Бахмуте, я делал какие-то движения, а вот меня сейчас нет, Россия проиграет, и он скажет, только я мог дать России победу. Абсолютно правильно все сказали. Это расчет политически Пригожина. Это расчет политически Пригожина. Я ему не верю, когда он говорит, что он вывел больше 30 тысяч, потому что он сам дал свои расчеты. Он сказал, что он потерял 20 тысяч бойцов. Мы знаем, что на войне на одного убитого приходится 3 ранены в среднем. Значит, у него, он потерял 80 тысяч бойцов за весь период. Вернее, кстати, он говорил, 20 тысяч только в одном Бахмуте. А значит, если до Бахмута, он дошел где-то там в августе месяце, в июле месяце. А до этого были бои почти 6 месяцев в других местах. То есть на самом деле он потерял 30 тысяч. То есть, грубо говоря, он потерял до 90 тысяч людей. И я тогда говорил, что вот возможно из этих раненых, которые там 60 тысяч или 70 тысяч, которые у него там были, к нему там 5-10 тысяч вернулись. Ну, 15 тысяч. 30 у него нет. И он, кстати, поэтому и сбежал, потому что, с одной стороны, ему нужна была победа для того, чтобы проговорить то, что вы проговорили. Вот я такой, видите, герой, я взял Бахмута, а теперь, так сказать, я ушел. А вот как там у вас там пойдет? Чем хуже, кстати, пойдет у Российской Федерации, тем для Тыргожина политически лучше. И даже административно лучше. Потому что он всегда может говорить, вот видите, я единственный человек, который умеет воевать. А все остальные, я вам говорил, 10 месяцев, что Шойгу и Герасимов полные уроды, вот они таки таковыми и являются. На самом деле это не так. Если бы Привожин остался бы в Бахмуте и остался бы на передовой, его точно так же бы вы раздолбали, как и остальную российскую армию. Поэтому он вовремя слинял. Он вовремя слинял. Он умный человек и хитрый человек. И ему удался этот финт ушами. Вот теперь он занимается политикой. И теперь ему чем хуже на фронте будет, тем лучше. Потому что он тогда будет говорить, вот знаете, вот я вам говорил, вот видите, какой я герой, вот видите, какой я умный, вот видите, какой я замечательный. Вот у меня есть бойцы. И я теперь хочу стать президентом Российской Федерации. И заменить всех этих Шойгу, Герасимовых и прочее. И все. И тогда у нас будет в России все нормально. Вот это его политика. Сергей, вспоминать вот этот документ, который показывал Путин, делегации из Африки в субботу, 17 июня. Вот у меня вопрос следующий. Ну, конечно же, и Подоляк, представитель Офиса Президента, сказал, что это чушь, это все не имеет значения. Никаких документов никто не подписывал. Но я к чему веду. Путин показал это зрителям, хочу сказать, чтобы они припомнили, что есть документ, где якобы договоренность, что мы отводим войска от Киева и еще 18 пунктов. Вам не кажется, Сергей, что это все сейчас делается для того, и всегда в последнее время Кремль и Путин говорят, что мы еще не начинали. Я к чему веду? Что они готовят россиян, вот этот глубинный народ, к тому, что будет поражение. Но почему поражение? Потому что вот мы, Россия, хотели мира, а Украина наступает. Мы отошли, потому что мы хочем мира, и мы еще ничего не начинали. А Украина вот дальше наступает. Может ли это быть подготовка россиян к поражению? Это может быть подготовка к поражению со стороны Путина. Я не убежден, что эта логика сработает на россиян. Потому что россияне – это очень специфический средневековый и первобытно-общинный строй, при котором люди уважают только силу. Путин понимает только силу, но и российская б***ь понимает только силу. И когда Путин говорит, вот вы знаете, я такой миролюбец был всегда, Украина меня обманула, допустим, с Минскими соглашениями. А у нормального человека, я бы не так немножко переформулировал, а у среднего российского человека сразу вникает вопрос. А что ж ты такой дурак, что тебя обманули? Что ж ты такой наивный человек, что тебя обманули? А Путин говорит, вот нас постоянно обманывают. Так а что ж ты такой лопух, что тебя обманывают? А что ж ты такой лопух, что ты отступаешь? И я не убежден, что это будет работать. Кстати, вот те же самые заявления Пригожина, а также Гиркина-Стрелкова, а также Малафеева, а также Дугина, а также вот этого клана войны, они как раз в этом и заключаются. Они говорят, что Путин слабак, Путин абсолютно никчемный политик, Путин несуществующий президент. Вот Гиркин ему просто говорит, Владимир Владимирович, заткнись, потому что ты всем надоел своими выступлениями, потому что ты не говоришь ничего серьезного, ничего хорошего. И вообще уходи, уходи в отставку. Ему все говорят, уходи в отставку теперь, даже вот в этом лагере. И говорят, ну правда другое дело, что они, когда они его критикуют, они абсолютно правы, их критика абсолютно права, у меня та же самая критика, как и у них. Вот другое дело, что вместо того, чтобы сказать, ну вот мы тогда заканчиваем эту войну, выводим все силы, и таким образом мы же на самом деле ничего не потеряли. Мы как были у себя на территории, так и остались у себя на территории. Да, ну мы потеряли 200 тысяч солдат, мы потеряли там ранеными, мы потеряли очень много ресурсов, вот, но в территории мы ничего не потеряли. Вот, и по этому поводу отходные у них всегда есть. И больше того, у всех этих людей есть самый главный отходной маневр, а именно, вообще свалить все это на Путина. Вот, потому что это Путин такой слабак, это Путин такой идиот, который довелся до всего этого дела, и вообще Путин агент империализма, потому что он возродил НАТО, он сделал так, что в НАТО были приняты уже две страны, и Украина де-факто стала членом НАТО, он довел до того, что Украину вооружили, он довел до того, что у Пентагона самый большой военный бюджет, он довел до того, и так далее, и тому подобное. И вот мне кажется, что чем быстрее эти люди это поймут, тем быстрее все это закончится и свяжением Путина.